С виду вроде ничего необычного, простая дверь. Но приглядитесь, метла у двери. А ведь в архангельском поселке Пиннига это особый знак. Метла означает, что в доме никого нет. И помог это выяснить метод глубинного интервью. А так как мы с вами не в Архангельске, то открываем дверь и идем разбираться в особенностях этого метода вместе с нашим гостем Натальей Пименовой. Когда фокус внимания оказывается на стороне собеседника, то он перестает чувствовать себя под контролем. Так спикер Наталья Пименова рассказывает журналистам третьего курса о методе глубинного интервью. Студенты узнают о челымской культуре, где крайне не приветствуют ходить на кладбище, ведут споры о сибиряках, которых уже давно причисляют к отдельному виду нации. Глубинное интервью полезно тогда, когда нужно понять поведение представителей другой нации, найти с ними общий язык. Особенность глубинных интервью еще и в том, что зачастую они позволяют увидеть такие стороны жизни, которые ты даже вообще не предполагал. Они в фокус твоего внимания не попадали до того, как ты готовился к этому самому интервью. Когда мы были в Киргизии в командировке в 2009 году, мы увидели, что нам наливают по пол пиалы чая. И увидев наш взгляд, они нам начали объяснять по поводу того, что только уважаемому человеку наливают пол пиалы чая. Полную пиалу невозможно держать. Успех тогда, когда ты слушаешь своего героя и идешь за ним, вот в этом смысл глубинного интервью. И тогда открываются истории совершенно удивительные. Поэтому, мне кажется, вот очень важно это для журналистов. В глубинном интервью нет темы и четкого списка вопросов. Полная свобода в разговоре. Нужно лишь идти вслед за собеседником. Это метод исследования, а не журналистский жанр. Но журналисты к нему прибегают, когда нужно сделать портрет героя. Студенты озадачены. Главный вопрос, как применять этот метод на практике. Ведь корреспонденту чаще всего нужно выполнять поставленную перед ним редактором задачу. Однако среди студентов уже есть те, кто решил, как будет внедрять глубинное интервью в свою работу. Ну, наверное, в том, что называется изыскание для дальнейших сюжетов. Почему? Потому что межэтническая журналистика, да, она же что, подразумевает диалог культур. А без понимания этой культуры, без, грубо говоря, долгого молчания, когда ты сидишь и слушаешь, ты не сможешь этот диалог правильно построить. Волшебной инструкции, как сделать хороший материал, нет. Здесь помогут только постоянные тренировки, личное обаяние и искренняя заинтересованность в человеке.